Ребята, всем привет! Вы попали на мой бьюти-канал. Я вас встречаю с мокрыми волосами, только-только помыла голову, еще не высушилась, но я не собираюсь сушиться, потому что мы сейчас... Собираемся снять видео новое, как Валера меня красит. Делает мне персиковые кончики, они такие, знаете, розово-персиковые, у меня есть краска от Lime Crime, такая единорожная. Как-то у меня на канале было видео, как я красилась такой краской, по-моему, только был другой оттенок. Подсказочку здесь вам оставлю, если вам интересно. А вот это оттенок Bubble Gum Rose. Наносить мне все будет Валера, естественно, я буду ему там подсказывать, помогать, как бывший парикмахер. Да-да, у меня стаж работы 5,5 лет, по-моему, точно. Сейчас мы перемещаемся вот в то кресло, где сейчас сидит Фи-Фи, и начинаем окрашивание. Я вам желаю приятного просмотра. Если вы любите такие ролики, то, конечно же, поддерживайте пальчиком вверх, комментарием. Ну, приступаем. Ники нам тут помогает, короче. Приготовила я, в принципе, все, как в прошлый раз. Кисочка нам нужна, мисочка, перчаточки, чтобы не испачкаться. Покупаем, кстати, в специальном магазине, где все для парикмахеров. И, собственно, сама краска, которую мы сейчас сюда выльем. Ну, и, конечно, чтобы не зафакаться, я хочу надеть вот такое полотенчико, накинуть буквально на плечи, на спину. Валера, кстати, очень переживает, что не будет этого перехода. Говорю, не переживай, как будет, так и будет. У нас видеотест. Кстати, напишите в комментарии, были ли у вас волосы какого-то яркого цвета и какого. Если ни разу вы, например, не красили, но хотите, то в какой цвет яркий вы бы покрасили свои волосы. Так. Сегодня я уже более профессионально не красил. Доктор надевает свои перчатки. А тебе не жалко эту футболку? О, Господи. Наташа, второе видео подряд жаляет мои футболки. Ну, потому что она нормальная вроде. Черт, Тарас, не крашивай, Валерия? Это крашивание более простое. Ну, более простое, но я могу не сделать переход, и будет резко. Я объяснила, Валерия. Вот, берем прядь. Кстати, корни уже отрастают, представляете? У меня прям быстро волосы растут. Правда, незаметно, что прибавляется в длине, потому что все отламывается. Наносим. И вот здесь надо будет распределить, размыть этот переход. Давай. Прям густенько от середины наносим. Чипа того. Я все не вижу. Прям густо, да, наносишь. И прям рукой протягиваешь. Ну, то есть, чтобы волосы купались в цвете, в краске. Да, прям, можно даже так пошишить. По-моему, система даже сложнее, чем в предыдущий раз. Ну, смотри, давай я скажу. Вот, ты, типа, нанес. Тан-тан-тан-тан. Вот так, я ерзаешь, ерзаешь. Переходик вот так вот наерзал. Это выглядит. Наерзал переходик. А вот эта часть... Вау, я такая розовая буду. О, это даже не персик, это именно розовый. На камеру он вообще оранжевый. А потому что миска еще розовая. Вот это я буду розовая еще. Ну, короче, вот такая система. Проборы я Валерии выделю. Главное, чтобы хорошо купалась. Если вам кажется, что краска где-то там не проникла, возьмите вот такую вот расчесочку с тоненькими зубчиками, частую, и прочешите несколько раз. Эта расческа еще лучше распределит краску в волосы. Кстати, глаза я не покрасила, не накрасила, потому что я потом хочу сделать макияж, который будет подходить к моему новому окрашу. Ты понял систему, да? Система-то я понял. Это сейчас ты быстро сделаешь, тебе выдели про голову и все. От середины фига лишь. Главное, чтобы они ровненькие, волосы были. Ну, то есть, не было путаницы. Путаницы есть. Надо было начать их расчесать сначала. Главное, чтобы кончик купался. Кончик вообще купается как надо. Кончик и должен купаться. Такова его цель по жизни. Только ты высоко корнями лезь. Примерно вот как вот здесь делал, в такой ушной, так же и тут. Все равно капельки какие-то подают. Я хочу размазать, а оно все дальше и дальше и дальше идет. А, вот оно что. Ну все, сейчас у нас полная башка, ребят, будет. Я чувствую, розовая, да? Так, ну, вроде все. Все, да? Отделяю следующий пробор для Нидвича. Цвета мне больше нравится красить. Почему? Потому что это заметно. Слушай, он такой серьезный, это жесть, я не могу. Когда мы общаемся просто, вот, типа, товуха, там, жена, муж. Не такой у него голос. Вот когда он снимается, такой, ну, 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 сразу вот такой. В смысле, а какой должен быть? Слишком серьезный какой-то. Я, Валерий, расчесываю, прядь. Да, главное ее тщательно расчесать. Потом, значит, делим на два или на три, на две или на три секции. В зависимости от того, ну, сколько у вас волос, на голове у меня так немного. И продолжаем наш разговор, скажем так. О, на полотенце все. Так ты подкладывай руку. Ты вот так руку подкладываешь, на руке лежит прядь. И по руке красишь. То есть, прям как по ладони ведешь. И поэтому у тебя не будет падать. Да. Вот, вот. И веди по руке. Да, да. И сразу так протаскивай. Так ее. Вот так. Разъерзый переходит. Ты высоко прешь к корням. Да, блин. Это не середине. Да я говорил, что это не получается. Ребят, это не половина волос вообще. Он прет к корням. Ну, ладно. Пусть будет так. Ты сама захотела. Поэтому, что уж выйдет, то выйдет. Можно было от корня вообще все покрасить и запариться. Э, э, э. Куда в краску лезешь, киса? Идите сюда. Пипец. Кошара в краску лезет. Ну, пусть покрасить. У нее красный белый цвет, на нее ляжет. Слушай, можешь в Кошару розовую покрасить? На нее этот розовый ляжет просто идеально, мне кажется, на Кошаре. Все, короче, я Балерии больше не подсказываю. Он все делает сам. Единственное, я разделяю ему проборы. Вдруг фигуру получится. Ну, как получится уж. Там пятна вообще какие-то. Ну, пятна не надо. Если где-то есть пятно, то ты его, это, втушевывай в имеющуюся уже часть, где все прокрашено. Если прямо именно пятно отдельное, то лучше взять его и дотянуть до длины. Понял? Понял, как это? Я дотягиваю, все равно они какие-то возникают потом. Ты сама этого хотела. Я ничего не говорю, Рольф. Так, все, давай, разделяй. Вот так вот, ребята, проходит понедельник. День тяжелый. Тяжелый. Он. Сейчас Леонидовичка будет меня покрасить. Пойдет потом в тачку водить. Я буду снимать второй видос. Удобно. Действительно, не видно проборы, когда волосы мокрые. Но на самом деле, вот когда покупаете эти яркие краски, почти что на каждой написано, что красить надо на сухие, чистые волосы. Ребят, я вам скажу, нет. Лучше красить именно на влажные. Это намного-намного удобнее. Краска лучше распределяется, экономнее идет. Кстати, мне все время кажется, что это такой, знаете, ход. Нанесите на сухие волосы. Ты потому что потратишь намного больше краски, чем когда ты делаешь это все-таки на влажные. Это такой ход, знаете, чтобы человек больше краски купил. Вот мне иногда так кажется. Так что я никогда не слушаю, что там пишет на этих упаковках. Да, я и работала в салоне. Все, мы это проходили. На сухую даже можно больше пятен наделать, если что, ребят, чем на влажную. Чего тут, ребят? Ну, разделим я тебе, давай дальше. Ага. Вот или это от сих. Пшц, пшц, вот так. Если хотите, значит, сэкономить, ребят, да, а яркие краски обычно стоят довольно дорого, то... Так, что не вертись. Красим на мокренькое. На чистенькое и мокренькое. Скоро Леонидович станет профессионалом своего дела. Я чувствую. Не только дизайнер этот, он будет интерьеров, Олег, дизайн интерьеров, будет дизайнер волосник. Блин, нет, переход мне вообще не уходит. Смотри, что это. Нормально всё, Валера. Поелось ещё чуть-чуть. Вот главное, чтобы вот это всё купалось прям аж, прям, муаа, как в джеме. Кстати, мне пришла идея снять видео, где Валера меня стрижёт. Ставьте лайк, если хотите. Думаешь, стоит? Думаю, нет. Сантиметрик-то отрежешь, господи. А рука дрогнет, и всё. Мне вообще не жалко, как это будет, терять ничего. Труха какая-то от него. Поэтому, да, ждём вашей поддержки. Если вам хочется такое видео, то мы с удовольствием его снимем. Я объясню Валере, как стричь, ну так, более-менее. А ещё после стрижки сделаешь мне укладку, Валера. Локоны или начёс. Справишься? Такую причёску там учуешь, что из дома не выйдешь. Да, конечно. На лысо шли поприще. Лысину мне тряпочки протрёшь. Так, давай, крутись. Лысину тряпочки протрёт меня? Ну, полирует. Ну, тут уже половина крашена, половина нет. Ну, вот, который не крашен, бери. Они смешались. Значит, повторно можно пройти ещё и по теме, чё страшно. Короче, в поросу он, в кровати. Я уже говорила, как он будет называться, помнишь? Как? Вива ла Валерий. Рубрику эту надо назвать, где Валера что-то мне делает. Рубрика хэштег Вива ла Валерий. По-моему, хорошо звучит, да? Прям такая... Чё-то она не растирается. Она здесь всё равно какими-то пятнами и не хочет растираться. Вот здесь вот. Ну, я растёрну, но тут всё равно пятна. Ну, три ещё наносить, значит. Ну, чё, вроде как. Вива ла Дива, вива ла Валерия. Слушай, а зачем вообще кисточкой, если можно вот так вот пальцами хренать? Ну, типа, как бы, профессионально больше. Ну, хочешь пальцами наносить. Просто удобнее сначала нанести кистью, именно положить на волосы, а уже потом там делай руками, что хочешь. А вдруг, я думаю, на волосе пасут. Ну, давай, делай всё. Всё, давай следующую. А теперь момент икс. Валера будет красить самые коротенькие волосики, которые уже идут с макушки. Чё, тут краски много остаётся. Давай. Если мне понравится это крашивание, у меня ещё полбанки осталось на последующий раз. Тичёт. Прямо у нас такой калорий, больше я уже не жалко. Давай. Вот эти? Да, короче, эти, которые уже идут. Я же выделила их, же видно, рода мне. Ну, а если вот плохой, что ты будешь делать? Ну, жить с этим, жить с этим, Валер. Напишите, ребят, в комментариях, кто вас красит. Муж, брат, сват. А может быть, вы ходите в дорогой салон. У меня вот дёшево и сердито всё. Я потом натурой просто расплачиваюсь и всё. О, блин. Чего? Ну, всё, сколько. Я лбэм макнул башкой просто в ведро с краской и всё, да, ребят? Ну, а чё, кстати? Ой, я знаю, что некоторые так делают. Типа разводят краску, вот так выливают её на голову, как маску. Так массируют и сидят. Господи, это такая жесть. В смысле, а зато всё ровно получается. Да не скажи. Не всегда. Если повезёт, то может быть ровно. Давай так сделаем. Нет, я чё не хочу. Нет, массирую. Там падает, падает, тянется краска. Следующий заход. Особо не размазать, потому что ты возьмёшь, и уже там пятно, оно впитывается сразу же. Я чёлку розовую сделаю. Нет, чёлку не хочу. Наверное, у меня чёлка была яркая, не знаю, там года четыре, наверное, назад. Голубенькая была. Которая потом стала зелёной. Да, она потом в какую-то зелень пошла. Я не помню, что это была закраска, ребят. Я бы вам сказала, чтобы вас упасть от неё, но я не помню, что это было. Закраска. Сначала она такая голубенькая, потом вааа, и всё это в зелень ушло. Потом людям разораялась. Я не знаю, мне ничего не было. Но прям не на нужном месте. Виво не для Валерии в данный момент. Ну и ничего же делать тут. Я не знаю. Ну жизнь как-то с этим теперь. Ну значит, красишь всю эту прядь. Вообще ещё выше, ещё выше. Вот эту прядь, значит, можешь отсюда протянуть. А внутри Наташа такая, тварь, спорта, всё, всё. Нет, я так не думала. Потрачено, короче. Да давай всё закрасим. Да, Валер, ты протянул там, всё нормально. Всё, междуусобицы, ребят, начались. О, оно всё равно, оно не тянется. Значит, бери намазанную перчатку. И отсюда фигачь. Я уже фигачил. Ещё, вот этот разработай. Вот это вот место разработай, вот тут. Вот, да, вот тут прям поелось. Тогда не будет пятна. Да, понятно, что оно выше как бы, но... Давай всё выше сделаем. Нет, не надо всё, оставь так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, конечно, не задалось. Ну, а теперь мы засекаем где-то полчаса. Ну, в принципе, с такой краской можно ходить и час. Ну, я обычно минут 30-40, вот так. И мы смотрим результат, ребят. Если вам интересно, то не переключайтесь. Короче, Наташа мне всё-таки не до конца доверяет. В смысле? Ты сам предложил. И решил сама сделать. Ещё раз окунуть. Так, я предложил, а ты сказал, я сама. Всё, что розовое, ещё раз вот так. Как будто мстишь, мстишь. Вот так вот я, вот так вот я. Вот так я вложу, вот так я вкраску. Вот, это вообще всё плохо. А теперь выпить надо чашечку конфлик. Сделай что-нибудь вот с этим место. Сейчас сделаю. Это уже окрашивание, я, получается, своё исправляю. Ну да, я же не профессионал, поэтому придётся исправлять. Я не профессионал. Как больше у меня работало. Я работал два дня всего, а ты работала сколько лет? Пять или шесть. Ну вот, сравни. Кстати, я к своей профессии не охладела. Я даже хотела бы на курсы повышения квалификации сходить, чисто вот красить. Подружек там. Ну всё, засекли. А вот и я. Только что помыл головёшку свою. Сейчас буду её сушить, укладывать. Ну что, профессионал я или нет? Да, профессионал. Сейчас посмотрим, как смотрится он в всех волосах. Ну-ка, переход. Ну такой себе, конечно. Не, это малый переход, смотрите. Вот он, переходит. Вот это пятно маленько сгладилось. Я на мою длину волос, на мою высоту хватила половины баночки на влажные волосы. Если бы я всё делала на сухие, то, естественно, она бы ушла, скорее всего, вся. И оттеночек Bubble Gum Rose, если хотите, такой же цвет. Но сейчас я вам уже покажусь. Ну что? Нормально? Напишите в комментариях, ребят, как вам. Я не знала, что он будет такой яркий. Причём он зависит от освещения. Если вы где-то с искусственным, то он не будет таким ярким. Это, кстати, фишка ярких красок. Когда при дневном, особенно при солнечном, он показывает максимальную свою яркость. И он, я бы даже сказала, неоновый. Чувак, он следующий шаг. Будешь меня стричь. Мне как раз пора, кстати, подровнять корни. Корни. Мне пора подровнять кончики, ребята. Я говорю под ноги, корни подровнять. Спасибо большое. Так что у тебя париков странного корректа цена? Она не... Парик не будет нормально сидеть на лысый. Его на клей придётся сожжать, понимаешь? Нет, наоборот. Он будет скалонизить. Если более лысый, он более плотно будет сидеть. Ну, на клей, да, более плотно. Мне нравится. Пишите комментарии, оставляйте лайки, дизлайки, подписки, отписки. Увидимся скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok